Здравствуйте! В студии Максим Малынов. Пришло время вам узнать о том, чем сегодняшний день войдет в историю. Это понедельник, 14 декабря, и смотрите в этом выпуске. Капитана Иволги оставили под стражей. Сегодня в военной академии более 50 военнослужащих получили звание офицеров. Две смерти за один год. На бывшем заводе Абимед гибнут люди. Я хочу, чтобы люди, которые видели и знают что-либо, чтобы помогли следствию. 30 ангелов сегодня выпорхнули из центра украинской культуры и с пожеланиями мира полетели в Луганскую область. И начинаем выпуск новостью из Киевского суда Одессы. Там сегодня судили капитана катера Иволга. Мужчине на два месяца продлили арест. Во время заседания он впервые с момента катастрофы пообщался с журналистами. Напомню, что трагедия на Иволге произошла в октябре. Судно затонуло у поселка Затока. 20 человек погибли. Тела еще двух пассажиров найти так и не удалось. Заседание суда. Репортаж Константина Гака. На скамье подсудимых Киевского суда капитан Иволги Александра Кнышова подозревают нарушение мер безопасности. 17 октября он вышел в море с почти тройным перегрузом и без жилетов на борту. В результате 20 пассажиров катером погибли. Адвокат капитана требовал освободить его из-под стражи. Защитник настаивает, его клиент не собирается бежать. Более того, во время трагедии он якобы проявил себя героем. Спасал пассажиров как мог. Показавшись в воде вместе с потерпевшими, принимал меры к спасению потерпевших, раскладывал там спасательный плот, спасательные средства. И люди погибали прямо у нас на глазах. И вы нам помогали плот открыть. Это вранье. Я был занавр... Это вранье. Когда произошла эта трагедия, капитана мы не видели совсем. Всплыло только два круга и плот, который был перевязан транспортировочными лентами. Прокуратура просила арестовать капитана на четыре месяца. Суд назначил вдвое меньший срок, но все же оставил Кнышова под стражей. Следующий судья ухвалил продолжить строк держания под вартою Кнышову Александру Ивановичу. Строк действия ухвали становит 60 дней. Сейчас капитан Иволд единственный подозреваемый в резонансном деле. Но после завершения расследования к нему могут присоединиться должностные лица, которые контролировали выход судна в море. В результате взрыва в Старобазарном сквере пострадал мужчина. Инцидент произошел около 7 часов утра. Дворник, который убирал в сквере, обнаружил подозрительный предмет, по предварительным данным, страйкбольную гранату, которая и взорвалась у него в руках. Сорокалетний дворник, осматривая альтфаторы, нашел предмет цилиндрической формы, картонный, с которого торчала веревка с кольцом, который он дернул и произошел взрыв. От взрыва он получил телесные повреждения лица, то есть, ну, как посекло лицо. То есть, на месте ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. По данному факту было начато уголовное производство. По части 4 статьи 296, это хулиганство Уголовного кодекса Украины. Затягивают следствие. Так считают родственники строителя, погибшего на территории бывшего завода Абимет на Старокиевской дороге. Говорят, за 8 месяцев виновных так и не нашли. Даже после гибели еще одного рабочего строители продолжают сносить старое здание бывшего завода. В проблеме разбиралась наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Валентина Игнатьевна даже спустя 8 месяцев после смерти сына не может спокойно о нем говорить. Родной Ванечка погиб на работе. Виновник до сих пор не наказан. На этом заводе у меня по ИПСИД 8 месяцев назад. Здесь завод был для разборки. Он пришел. Пришли друзья и попросили его в компанию, чтобы им не хватало одного человека заработать денег себе на день рождения. Проработал меньше недели. Разбирал оставшиеся помещения завода на стройматериалы. Вместе с парнем было еще около 40 человек. Пилили тяжелые плиты на высоте. Каждому в день платили 300 гривен. Ваня собирал деньги ко дню рождения. 13 мая ему бы исполнилось 27 лет. Но за 9 дней до праздника погиб. Обрушилась бетонная плита. Еще одна упала через месяц. На Вани на воровесника Диму. Он тоже умер незадолго до своего дня рождения. Здесь парень еще один погиб. Сразу через месяц после моего брата. И ничего тоже. Вы же видите, люди работают. То есть много техники. Никого это не интересует. Никому это не надо. Я была здесь прошлую пятницу. Вызывала милицию. И техника все равно, как вы видите, сегодня опять же есть. Родственники погибшего здесь бывают часто. Надеются встретить человека, который расскажет правду. Но говорить тут не готовы. Особенно с журналистами. Я Вячеслав зовут. Вячеслав, ваша фамилия? Фамилию я празднусь. А кто вы такой? Кто вы такой? Вот почему я должна перед вами оправдываться? Я понял. Хорошо, там вызывай. Вызывайте. Полицейские так и не приехали. По словам адвоката, заказчик строительных работ продолжает нарушать закон. Кредитор нанимал группу ребят неофициально, которые фактически исполняли вот эти монтажные работы. Естественно, ни о какой технике безопасности, ни о каком соблюдении законодательства действующего речь не шла. Фактически следствие, несмотря на то, что случай произошел 4 мая, никаким образом не ведется. Правоохранители держат семью в неведении. На все вопросы ответ один – ведется следствие. Уже по двум смертельным случаям на бывшем металлокомбинате «Абимед». Я носила сюда цветы. Здесь был портрет его. Они даже не удосужились вынести этот портрет и поставить хотя бы где-то рядом. Они это все завалили. Вот. Все. Нету ничего. Абсолютно ничего нет. Я буду бороться как могу. Родные за Ваню бороться не перестанут. Надеются найти свидетелей трагедии и узнать, что же на самом деле произошло. Екатерина Лапицкая, Алексей Филиппов, Седьмой канал. А тем временем в Одессе задержали мужчину с героином и метадоном на общую сумму около 500 тысяч гривен. Всего 274 свертка расфасованного наркотического вещества. Перевозкой и распространением занимался 32-летний житель Запорожья. Он закладывал товар в центре города. Еще раз сумочку покажите. Это с чем? Что они говорите, что и волки здесь находятся? Я говорю. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правонарушитель находится в изоляторе временного содержания. Как выяснилось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и аналогичные преступления, связанные с наркотиками. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Ну а теперь офицеры. Военнослужащие-контрактники с высшим образованием получили новое звание – младший лейтенант. До этого на протяжении трех месяцев они проходили специальную подготовку в военной академии. Больше об этом знает наш корреспондент Ирина Стрябко. Старшина Виорика Щербакан военному делу посвятила 14 лет. Все эти годы она несла службу по контракту. После трехмесячной подготовки получила офицерское звание – младший лейтенант. Служу украинскому народу. Вообще я эту профессию просто обожаю. Потому я вот столько лет в армии. Девушка проявила образцовую дисциплину и показала отличные результаты на курсах. За это ее наградили грамотой. Не только мужчины, но и женщины-офицеры – это сильные, это люди, которые никогда не предадут, и которые любят, наверное, свой город, свою работу. Супруг Виорики Сергей Щербакан на контрактной службе около 20 лет. Мужчина служил в зоне АТО. Сегодня он также получил звание офицера. Говорит, главное для военнослужащих – не награды и не признание, а мир в стране. Когда оно слышно, что когда рвутся снаряды где-то, и думаешь, что там люди сидят и гибнут, то это лучше не пожелаешь, даже ни врагу, ни себе, никому, ни близким. Офицерами стали более 50 контрактников. У многих за плечами огромный военный опыт. По словам начальника военной академии, офицерских кадров и младших лейтенантов не хватает, поэтому руководство вооруженных сил Украины решили провести курсы. Военная академия впервые проводила подобную подготовку. Следующая такая же ожидается через два месяца. Эту катастрофу называют одной из самых страшных во все времена. В следующем году 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Наши журналисты пообщались с участниками ликвидации последствий аварии. Около тысячи из них живут в Одесском регионе и принимали участие в ликвидации. Подробности об этом у Татьяны Милимко. С тех страшных дней прошло уж 30 лет, как взрыв Чернобыльской покой нарушил. О радиации услышал белый свет, в смертельном воздухе, в воде и суше. Эти строки участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции Евгений Матвеев написал к 30-летию со дня того страшного события. Он пробыл в зоне 38 дней. Те воспоминания до сих пор свежи в памяти. Когда мы приехали туда, мы видели полную разруху. Я имею в виду, если взять поселки, то это были не жилые дома, ничего. Это скотина брошенная, это бездомные собаки, кошки, птицы, вороны. Очень крупные яблоки, грибы, просто большущих размеров. И все это стоит брошенное, потому что нельзя было никуда войти, потому что везде была все заражена, вся местность. Красивый молодой город Припять в одночасье стал ужасом для всего мира. Тепловой взрыв на Чернобыльской АЭС превратил его в зону отчуждения. Людей эвакуировали, животных бросили. Впоследствии они одичали и были ликвидированы. Радиация повлияла на все живое в округе. На окраине Припяти были парники. Они, по-моему, сейчас еще остались. И там ученые как раз следили за развитием этих растений. Имеется в виду огурцы, цветочки и прочее. Как они, говоря сегодняшним языком, мутируют в результате воздействия радиации. Эта работа проводилась долгое-долгое время. И я могу подтвердить, что в этих питомниках огурцы, вот те, которые своими глазами видел, они достигали метра-полутора метров в длину. Мутантов я не встречал. Больше всего радиация повлияла на пожарных, которые первыми прибыли на место происшествия. У всех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии, остались проблемы со здоровьем. Здоровых, вне зависимости от категории. Первая категория, вторая категория, третья. Есть инвалидность, нет инвалидности. Это все нездоровые люди. При максимально допустимой дозе радиации в 25 рентген было превышение в сотни раз. В колодцах я находил по 250. Вот пожарные, куда вставляют гидранты. Ну, я их, конечно, сразу закрывали, не давал там работать. То есть вот такие вот. И около четвертого блока вообще 600 рентген было. Ну, там на крыше еще больше радиации было в самом начале. Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС одевались свинцовые костюмы. И зона отчуждения была 30 километров. Сегодня ее сузили до 10. Но специалисты говорят, катастрофа будет давать о себе знать еще несколько веков. Период полураспада лежит от 48 часов у йода и до тяжелых элементов порядка 500 лет. Поэтому говорить о том, что зона уже, ах, хорошо, конечно, нельзя. И она еще будет долго не, ах, хорошо. Истории людей, факты, о которых мало кто знает, больше о катастрофе века смотрите в субботу в итогах с Еленой Крылатовой в 20.00. Татьяна Милимко, Алексей Барановский, 7 канал. 30 крылатых хранителей собрали в Центре украинской культуры в рамках акции «Ангелы летят на восток». Сегодня они отправились в музей на крыльях, открытый в городе Кременная, это в Луганской области. О том, кому и зачем нужно, чтобы хранители слетались именно туда, смотрите в следующем сюжете. Валентине нравятся все 30 ангелов необычной коллекции Центра украинской культуры. Но все-таки картина Ларисы Демьянишиной ей особенно близка, потому что адресована одной десятилетней девочке. Мы специально скажем, что вот данная картина, данный ангел чисто передается по линии Туфикчи, как ее особенный ангел охранится. Этот и остальные ангелы сегодня отправятся в город Кременная, что в Луганской области, и пополнят музей, который открылся благодаря маленькой девочке Полине. Полина Туфикчи проживала в Луганске, и один прекрасный день они проснулись и решили, что, наверное, нужно оставить родное место, родную домовку и выехать где-то на ту территорию, где нет войны. И вот маленькая Полина сказала, что, наверное, все ангели отвлекли от нас, поэтому началась война, а если они повернутся, война тогда обовязково закончится. Полина с семьей переехала из Луганска в Кременную, где взрослые решили осуществить ее мечту и открыли музей на крыльях в маленькой комнате монастыря. Почему именно в монастыре? Потому что именно этот монастырь, в нем проводились молебные детские замыр, туда приходят дети, там молятся, там встречаются, там проводят встречи школяри. В маленькую комнату монастыря уже слетелось больше 500 вестников мира, со всей Украины и не только. Есть такая информация о том, что один из паперовых ангелов прислала Надея Савченко из города, где она проживает. Рядом с картинами профессиональных одесских художников – статуэтки, изделия мастеров хендмейда и детские рисунки на тетрадных листах. А этот ангел в украинском венке и кедах отправится в Луганскую область с самыми искренними пожеланиями мира от всего коллектива Седьмого телеканала. На этом акция «Ангелы летят на восток» не закончилась. Сюда продолжают идти люди и нести своих крылатых хранителей. В центре говорят «Ангелов хватит и для бойцов на передовой». Наталья Костенко, Валентин Мирза, Седьмой канал. Миньюст вводит новый сервис – электронный апостиль, с помощью которого можно оформлять документы по упрощенной системе. Эта передовая технология реализована только в США, Великобритании, Австрии, Бельгии и еще 20 странах. Теперь к ним присоединилась и Украина. Что представляет из себя молниеносный сервис, расскажет наш корреспондент Юлия Федорова. Теперь, чтобы получить апостиль, не нужно ехать в Киев, стоять в очереди и пользоваться услугами курьера. Достаточно подать документы в ЗАГС по месту проживания, и через пару дней можно получить готовые бумаги. «Я по поводу апостиля. Мне сказали, что это можно делать уже в Одессе, не выезжая в Киев. А это уже можно делать в Одессе. Ну, это замечательно. Не надо тратить время на дорогу, деньги на билет». Подобный прогрессивный сервис существует в 23 странах мира. По данным Минюста, за последний год в органы юстиции Украины за получением апостиля обратилось 120 тысяч человек. Сегодня процедура стала проще и удобнее. «У вас случаи такие, что утром я отработала документы, вечером уже есть апостиль. То есть человек сегодня утром сидит на приеме, вечером он уже в 5 часов приходит довольный, забирает у меня документ с апостиля». Благодаря новации, достоверность документа и апостиля представители зарубежных учреждений смогут проверить через интернет. Документация сопровождается специально разработанной маркой, защищенной штрих-кодом и голограммой. «Ее отклеить нельзя. С две марки проставляется. Если документ ошибается, то проставляется две марки». В Одессе новой услугой можно воспользоваться в отделении главного управления юстиции в Одесской области по адресу улицы Старецкого, 10А. Стоимость апостиля – 50 гривен. Юлия Федорова, Алексей Сорокин, Седьмой канал. А тем временем на природоохранных объектах Одесской области процветает браконьерство. Об этом сегодня заявили представители общественных организаций. В частности, под угрозой оказались два национальных парка – Тузловский и Нижнеднестровский. И один биосферный заповедник. Подробности об этом далее в сюжете. Браконьеры и застройка – две основные проблемы природоохранных территорий. Так считают общественные активисты, которые для привлечения внимания к этой ситуации собрали отдельную пресс-конференцию. Говорят, речь идет о неконтролируемом вылове рыбы и краснокнижных видов животных на территории двух национальных парков – Тузловского и Нижнеднестровского, а также Дунайского биосферного заповедника. Касательно последнего, есть даже официальная бумага из Генпрокуратуры, убеждают активисты. «Статты и положения про Дунайский собеседный заповедник проекта организации на его территории не соответствует закону статт. 16 Украины природный заповедник фонд. Идет браконьерство и расположение места отдыха, стоянка транспорта, там, где ловится рыба, проезд и прохит всех сторонних в заповедник зоне заповедника. Также иди рыбалство, убийство чернокнижных видов, птахов, рептилий». По словам общественников, браконьеры идут на разные ухищрения. Одни ловят не то, что разрешено, другие прикрываются коррупционными схемами. «А так, как тут ставятся сетки и вылопливается все. Идет, грубо говоря, дозвіл на те, на ловину, например, карася какого-то. А ловится все. И никто же не перебирает сеток и не выпускает рыбу назад у моря. Ставляются сетки, я тяря, він тяря, и вот так потрапляют и птахи, и все-все-все, и вынищивается все». «Ми зверталися неодноразово з заявами, скаргами і з заявами про злочину в Татарбонарський райвідділ міліції. В період, коли був заборонений лов кефалів на місцевому базарі, постійно фіксували продаж риби кефалі і саме з Тузлівських лиманів. З Татарбонарського райвідділу міліції до цього часу ми не отримали жодні інформації, що саме були проведені якісь слідчі дії, і кого було притягнуто до відповідальності за браконьєрство в межах національного природного парку». «Помімо містних руководітелів, які таким образом обогащаються в нарушенні природоохранного законодательства, заінтересовані люди в міністерських кабінетах, уверені активісти. «Тобто всі схеми, які діють з рибалками, вони ведуть не тільки в Міністерство охорони околошнього природного середовища, а вони ведуть навіть в кабінет міністрів України». Вторая проблема – застройка заповедних місць несет не меншу угрозу для ареала краснокніжних животных, говорят защитники природы. І ця ситуація також контролюється із высоких і не очень столичних кабінетів. Александр Полуев, Алексей Пережилин, 7 канал. Он был для нее мужем, учителем і любов'ю всей жизни, но судьба забрала його преждевременно. Постановка – монолог для тихого голоса, для тех, кто верит в вечную любовь і готов пройти сложний психологічний путь вместе з главной героиней – актрисой Кариной Ширагиной Кац. С прем'єрой непростого спектакля вернулась наш корреспондент Юлия Федорова. Любі неслышамі другими звуки для нее вища обыденна. Она слышит разговоры соседей сквозь стену, плачь ребенка в доме напротив, шаги кошки. Спектакль – монолог для тихого голоса поставлен в необычной форме. Из декораций на сцене только стул і фонарь. Особую роль играють звуки і специально вистраєнний світ. На сцене – Карина Ширагина Кац. Главна і єдинственна героиня постановки. Эту п'єсу одесский писатель Ігор Башко написав для нее і о ней. Не падайте духом! Ждіть! Ждіть, якщо треба! Годи! Цель, в общем-то, ввести зрителя в определенное емоціональне состояние. І транслировати інформацію не в голову, а як-то куда-то сюди. Не розшифровував, не конкретизував в словах. Это спектакль о силі чувств женщины, которая знает, что такое потерять любимого человека. По словам режиссера Геннадия Скорги, каждый увидит в этой постановке что-то своє і, можливо, пересмотрит отношения к любимому человеку или к самому себе. Ну, як вот дети играють, отрабатывая якісь навыки, так і взрослі. Это взрослая игра, втянути зрителя в определенный комплекс переживаний, проживаний, смеха сквозь слезы, слезы сквозь смех. Героиня проходит сложный путь, переживая предательство і чувство вини одновременно. Это спектакль о безусловной любви і умении прощать. Простить можно практически все, если любишь. Есть вещи, я говорю практически все, конечно, есть вещи, которые... Но мы говорим в пьесе о тех вещах, которые, наверное, простить можно. Срок ожидания, короткий он или длинный, не имеет никакого значения для успеха вашей картины. Юлия Федорова, Алексей Барановский, Седьмой канал. От культуры до стратегии развития сел такие проекты предложили участники школы публичного администрирования. На протяжении месяца одесситов и жителей области учили разрабатывать благотворительные акции и социальные проекты. Первый курс школы успешно завершен, о его результатах сообщили участники и организаторы. Первый курс, который мы инициировали, это был базовый курс проектного менеджмента для новичков. На него три недели назад мы набрали 15 человек, которые до этого момента совершенно не были включены в социальные проекты и в различные инициативы. Социальные проекты участников школы публичного администрирования касались разных тем. От обучения спасателя оказывать первую помощь до развития туристической привлекательности Сергеевки. Кстати, именно этот проект и стал победителем. Был охвачен также большой пласт культуры. Художники теперь планируют провести благотворительную ярмарку. Нарисовать открытки, продать их, а на вырученные деньги приобрести подарки. Этот проект, он направлен не только на развитие искусства в Украине, но также и на благотворительность. Например, первая наша акция – рождественский подарок. Это акция, которая проходит как на улицах города, она проводится нашими волонтерами, так и в онлайн-режиме, в пабликах ВКонтакте и в Фейсбуке. Это была последняя информация в нашем выпуске. Мы продолжаем следить за развитием событий. Уже сейчас готовим информационный выпуск на завтра. Во вторник с главными одесскими новостями вас будет знакомить моя коллега Екатерина Поденежная. Ну а я хочу напомнить вам, что до Нового года остается всего 18 дней. Готовьте подарки своим близким. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»